Эти стеклянные отходы перерабатывают в предметы интерьера. Бизнесмен в небольшом городе Кробо-Одумассе на востоке Ганы решил основать бизнес буквально на осколках. Майкл Тетте считается одним из единственных сертифицированных стеклодувов Ганы. Использует самые разные отходы – от битых бутылок до окон. Говорит, что перерабатывает тонны, в противном случае все эти осколки оказались бы на свалке. «Мы находимся в стране, где не перерабатывают стекло. Исключение составляют только производители бисера, мои коллеги, которые производят мелкие бусины в промышленных масштабах. Но промышленность может использовать больше стекла». Тетте обучался стеклодувному делу в Нидерландах вместе с двумя другими коллегами. Он надеется возродить утраченное искусство в Гане. Свою фабрику он построил с нуля около десяти лет назад. Всё проектировал и закупал сам, в том числе печи для обжига. Сейчас мастер обучает делу своих родственников, включая сына Калиба. Но говорит, что его планы намного шире. «Мой план состоит в том, чтобы построить школу стеклодувов здесь, в Гане, потому что у нас нет таких школ в Западной Африке и в нашей стране. Это будет ультрасовременная мастерская по производству стекла для жителей Ганы, студентов и учеников средних школ». Джанет – ученица Тетте. Она с гордостью называет себя единственной женщиной-стеклодувом в Западной Африке. «Выдувание стекла – это удивительный процесс. С его помощью мы создаём вазы, стаканы, миски и многое другое». Это один из магазинов, где продают изделия фабрики. Его владелица надеется, что сможет внести вклад в сохранение окружающей среды, поскольку битые стекла опасны и разлагаются более тысячи лет.